Прибыл в онкомат 12-го числа апреля. Мне сказали, что нужны водители для восстановления Луганской и Донецкой области. Зарплата будет 200 тысяч. Ну, сперва сказали, что 150. Ну, потом, говорит, может и 200 будет. Я согласился. Все. 13-го числа нас увезли в Екатеринбург. Там посадили на самолет. С самолета нас привезли в Ростовскую область. В воинскую часть. Номер, часть, я не знаю. Где нас переодели, обули. И повезли на полигон. Жили мы на полигоне. В палатках. Огороженной коричью проволокой. Там и кормили нас. Жили мы там до 20-го апреля. 20-го апреля утром. Рано нас собрали. Посадили в КамАЗы. И мы поехали в сторону Украины. 4-го апреля мне позвонили с военкомат. Попросили подъехать. Я подъехал в военкомат. Мне сказали, так как я раньше служил, меня мобилизовывают работать медицинским работником на территории Украины. Где-то около 3-х месяцев. Я 12-го забрал документы апреля. Он был у нас в военкомат. В областном военкомате нас собрали в амбицированном зале. У нас было около 15 человек. С нами беседовал заместитель председателя военкомата. Он сказал, что с нас набирают добровольцев, которые будут работать на 2-м и 3-м эшелоне. То есть это в ТО будут заниматься разборкой развалов, нести улицы, грузить раненых, приносит правильных грузить убитых и может быть стоять набор поста. Мне пришла повестка 10-го числа, 10-го апреля этого года. Явиться в военкомат для беседы. Явившись в военкомат, мне предложили поехать в Донецк-Уганск в этом направлении на восстановление, на разгрузку-погрузку гуманитарной помощи, восстановление домов. Отряд Барси, где должен быть около 400 человек. Пождесят посыпались сразу от многих, кто приехал, за небоевые потери, ну просто ребята, там мне говорили, что нас как гуманитарий везут, а нас тут на убой, получается, привезли. Ну, в общем, начали все отказные писать. Многие, по крайней мере. Многие как-то еще, в том числе я сдерживался, что надо, как-то все еще непонятно за первый день. С отряда у нас, там было очень много газетов, и нас осталось, ну, отправляли ребят, я не знаю, кого, куда там. Первый рот у нас не стало. Второй рот не стало. Третий рот не стало. Ему надо, огнеметная там, или как она называется, то есть, как разбирались, ее тоже почти не стало. Нас всех скомплектовали в одном году. 27 числа у нас, наш взвод, в количестве 25 или 27, было точно не помню человек, отвезли в поселок Солнечный, не золотое. Там закрыли, ну, грубо говоря, мы ночь провели, провели там ночь. На утро нас местные ДНРовцы, ЛНРовцы сказали, что нужно, вот, показали, занять те окопы верхние. Все, ваша задача, там никого нет, вы зайдете, займете окопы. Командир еще у нас был, он сказал, что к вечеру придут КАМАЗы, и мы как-то уедем домой. Все, единственное, когда мы начали подниматься, вроде постреливали, залезли, когда в окоп, началась там арт, я не знаю, ну, там бомбило все. Когда все утихло, мы услышали голоса, голоса, мы на служащем проеме, мы сказали, что мы сдаемся, и все, на этом наше, как говорится, все кончится. Я не выстрелил ни одного патрона, и автомат у меня чистый, полный боекомплект. Субтитры сделал DimaTorzok